У лунки ударенных зубов также были закрыты материалом. Вот сведение краев раны и наложение швов. Спустя 4 месяца этой пациентке были выполнены контрольные снимки. Но только это не контрольные снимки, это после операции сразу снимок. Как мы видим в этой области, тут все гомогенно, нет никаких выделений структурных по цвету, по плотности. Это снимок сразу после операции. Через 4 месяца нами были проведены контрольные снимки. Что мы можем здесь видеть? Я коротко пробегусь тогда по всем снимкам. Здесь мы видим вот эти горизонтальные полоски, это зоны минерализации материала. Поскольку идет его уже частичное замещение, то мы можем видеть. Достаточно хорошо видны зоны минерализации. Они такие, послойно уложенные. Затем мы провели осмотр пациентки спустя 10 месяцев. Ну, слизистые у нее бледно-розового цвета, никаких осложнений не было. Достаточно хороший объем мягких тканей мы видим в этой зоне. Для контроля мы провели несколько манипуляций для понимания, какой объем ткани у нас там сформировался. Во-первых, мы зондировали его. После выполнения приличного разреза мы провели измерение зондом ширины костной ткани, которая у нас образовалась. Ну, как вы видите, это кость, тут нет ни остатков материала, ничего. Ну, и в эту зону была запланирована установка имплантатов. Мы провели необходимое сверление, подготовку костного ложа для дальнейшей инсталляции имплантатов в эту зону. Я смотрю уже на время просто и начинаю торопиться, потому что понимаю, мы точно не успеем поэтому. Для контроля нам был выполнен забор биоптата в зоне установки одного из имплантатов. Это имплантат, который устанавливался в проекцию шестого зуба. Трепаном диаметром 3 мм был проведен забор. Что мы видим на данном снимке? Вот здесь достаточно хорошо видно. У нас внутри полностью воскулиризованная губка. У нас нет ни остатков материала, ни каких структурно выделимых элементов. Ну, а сам биоптат также мы видим. Вот здесь очень хорошо видно. Мы видим толщину компактной кости. Помните, какая она была, когда мы выпиливали вестибулярное окно? Вот вся толщина компактной кости, которая вновь образовалась при замещении собственной костной ткани вот этого объема дефекта. Внутри мы видим полностью воскулиризованную губку. Вот это в отдалении, это полость с рыхлой соединительной тканью, которая в норме присутствует в костной ткани и свидетельствует нам о том, что еще идет процесс замещения частичный. То есть даже за 10 месяцев есть случаи, что в общем зависит от объема замещаемого дефекта, есть случаи, когда у нас остаются отдельные участки, еще не замещенные костной тканью. Чем это связано, я скажу сейчас несколько позже. Ну, вот мы видим, что на всю глубину сверла у нас воскулиризованная кость, что говорит о полном замещении данного дефекта в костной ткани. Ну, туда были установлены имплантаты. В общем, какие-то не играют роли в рамках данной презентации. Из-за того, что у нас гребень имел разную высоту, врач выбрал такую позицию имплантата. Мне это, конечно, уже трудно комментировать. Вы посмотрите потом этот случай. Еще раз будут у вас вопросы. Мы у врача вместе спросим, почему была такая проекция имплантата. Вот мы зафиксировали операционное поле швами. Ну и какая-то короткая ретроспектива по панорамным снимкам. Вот исходная клиническая ситуация. Это снимок сразу после операции. Я еще раз хочу обращать внимание на то, что весь объем закрытого дефекта выглядит как гомогенный. Здесь мы видим уже зоны минерализации отдельные. Но это установка имплантата. На самом деле, да, конечно, это плоскостной снимок. Поэтому их реальные позиции немножко по-другому выглядят. Значит, это первый клинический случай. По поводу... Давайте вернемся. Чем зафиксировали мембрану? Я вас очень попрошу писать все ваши вопросы вот сюда. А можно от окна? А то лица не видно. Так, ну это все уже прошло. Я вас попрошу писать все вопросы сюда. Если я не успею на них ответить, я их в дальнейшем скопирую себе и подготовлю какой-то полный видео ответ или как-то информационно подкреплю. Мембрану в данном конкретном случае ничем не фиксировали, потому что в этом не было необходимости. Ее просто заправили в лоскут из двух сторон. Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Значит, мы переходим дальше. Продолжение следует...